Во дворце спорта «Триумф» прошло первенство Московской области по самбо. За призовые места боролись более 200 спортсменов. Поединки лучших самбистов покажем в нашем следующем сюжете. В Подмосковье занимаются самбо более 11 тысяч подростков. Сильнейшие сегодня здесь. У Ники Нагулиной вся семья профессионально занимается боевым искусством. Дедушка, отец и дядя с тетей – мастера спорта. Ника начала осваивать приемы самообороны в три с половиной года. За семь лет завоевала десятки золотых наград. Для меня впервые область по самбо проходит. Обычно боролась по дзюдо на области. Болевые, пробую, тяжело пока что. Но хочу научиться, чтобы быстрее заканчивать схватки. Соперницы все достойны, все молодцы. Тренер, он всегда поможет, никогда не пожелает зла. Если он скажет тебе работать больше, значит ты должен работать дольше. Воспитываем здоровое поколение, чтобы могли защитить себя, своих близких не давали в обиду. Тут надо постоянно сходить заниматься. Это как бы очень ответственно, да, и родители должны работать над этим. И должны быть заинтересованы и родители, и ребенок, чтобы был результат. Иван Наржанов пришел в секцию самбо пять лет назад. В соревнованиях такого уровня участвует не впервые. Много раз становился чемпионом. Сегодняшняя схватка стоила больших усилий. В первенстве региона участвуют спортсмены 11-12 лет. Продемонстрировать технику ведения боя и практические навыки готов каждый. Да, очень достойно ребята борются, показывают отличную технику. Ну, область наша всегда была богата такими талантами, поэтому приятно видеть мальчиков и девочек. Ребята встали там в пять-четыре утра, приехали сюда. Кто-то гонял вес, кто-то себя в чем-то ограничивал. Ну, это уже маленькие личности, которые достойны многого. Лучшие спортсмены выступят на первенстве Центрального федерального округа в мае. Его проведут на главной арене Дворца спорта «Триумф». Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.